Всем привет! Задумывались ли вы, как попадают игры на такие площадки? К Steam, Epic Games, Go Galaxy, Google Play, App Store? Может вы сами хотели бы стать разработчиком игр или уже являетесь им? Сегодня у нас видео интервью с инди-разработчиком, который прошел самостоятельно весь этап от разработки игры и до выкладки ее на площадку Steam. Представляю всем зрителям, сегодня на связи будет мой давний друг Юрий. Вы могли его слышать в одном из старых видео, когда мы болтали в Дискорде и обсуждали проект. Подсказку оставлю в углу и в описании. Напомню, что Юра мне помогал с самого основания канала. Поддерживал, давал советы по видосам, оценивал их как среднестатистический зритель и во многом качество повествования улучшилось именно от его советов. Он до сих пор дает фидбэк по каждому ролику и это один из немногих людей, который меня постоянно задалбливает вопросом о том, где же новый видос. Перед началом дам небольшую вводную информацию. Мы познакомились с Юрой в университете еще в 2014 году. Оба учились в одной группе по направлению информатика и вычислительная техника. И вот сейчас каждый из нас занимается своим делом. Юра давно мечтал сделать свою игру и опубликовать ее. В какой-то момент он решил подойти к этому с профессиональной точки зрения и серьезно. Сегодня он нам об этом расскажет сам. Он выпустил наконец-то свою первую игру на площадке Steam и я предложил ему записать небольшое интервью, чтобы разработчики, которые только собираются публиковаться, могли знать с чем они столкнутся. Ну а те люди, которые только начинают свой путь разработки игр, вообще смогут узнать, что же для этого нужно и как это устроено. Кстати, Юра предоставил 5 промокодов на его игру. В этом видео находятся 2 кода, они спрятаны в самом видеоряде. Еще 3 промокода уже лежат в нашем телеграм-канале, их можно активировать в Steam. Ну а геймплей вы наблюдаете на своем экране. Ну, начнем. Рассказывай, чем занимался до разработки игр. Что еще интересовало? Ну, в основном занимался бэкэндом, немного фронтэндом, чуть-чуть машинным обучением. Ну а вообще как пришел к тому, что хочешь делать игры, именно к игростроению? Ну, разработчиком игр я мечтал стать еще с детства, когда мне только купили компьютер, может быть даже немного раньше. Потом в школе хотел с друзьями создать игру, но как-то у нас все быстро заглохло, да и времени не было особо. А недавно вот придумал идею для игры и решил попробовать. В итоге оно вылилось в полноценный проект, который я и собираюсь сейчас публиковать. Какие знания вообще потребовались, помимо очевидных видов конкретного языка программирования? Самое главное — это знания игрового движка. Изучать, собственно, пришлось по ходу разработки, иначе игра была бы готова гораздо раньше. Пригодилось также умение работать с векторной графикой, чтобы нарисовать все спрайты в игре. Из пока не пригодившегося, но что точно пригодится в ближайшее время, это навыки работы с аудио и видеомонтажом. Первый — для звукового сопровождения в игре, и второй — для создания трейлера игры на странице в магазине, ну и для рекламы. Еще немного навыки работы с докером, но в этой игре это совсем чуть-чуть. Само собой, знание английского языка для чтения всевозможной документации, создание английской локализации и регистрации в стиме в качестве разработчика. Пигла говорить на нем не обязательно, достаточно какого-то базового уровня. Знание айтишной терминологии и умение пользоваться переводчиком и другими инструментами. Ну а что по движку? Какой движок ты выбрал? Почему ты его выбрал? Выбрал я Unity. Во-первых, из-за языка программирования. На C-Sharp я писал уже около года к тому моменту, как решил начать работать над этой игрой. Во-вторых, я уже был поверхностно знаком с этим движком, потому что делал лабу в магистратуре на ней. Также пробовал создать другую игру, которая в итоге показалась мне гораздо менее интересной, чем думалось вначале. Ну и в-третьих, это кроссплатформенность. Все-таки я планирую выпустить игру на нескольких платформах, в том числе и мобильных. А еще поддержка движка и его популярность в сообществе. Так, ну давай тогда про язык программирования. Почему это C-Sharp? Чем он тебе нравится, если вообще нравится? И может быть ты предпочел бы какой-то другой язык программирования? До C-Sharp я писал в основном на Python и Galang. После Python мне внезапно захотелось статической типизации, из-за чего я пришел в Galang. А после Galang мне захотелось нормального OOP и более богатого синтаксиса. C-Sharp мне нравится, но если честно, я бы в идеале хотел язык программирования синтаксисом и возможностями C-Sharp, но с немного переделанной асинхронностью и некоторыми другими фичами. Возможно, когда-нибудь я доберусь до написания собственного идеального языка. Какой из всех языков, которые ты когда-либо пробовал, тебе понравились больше всего? Ну, по личным ощущениям. Ну, наверное, все-таки C-Sharp. Ну, вообще тут нужно смотреть, какие задачи перед тобой стоят в проекте. Тот же Python мне очень нравится. Я его даже использовал при разработке этой игры для генерации некоторых спрайтов и также для сервера. Какие вообще программы ты использовал в своей разработке? Ну, очевидно, движок Unity, редактор кода VS Code, в качестве системы контроля версии Source 3, Git, Bitbucket, связку. Inkscape для векторной графики, GIMP и Paint для растровой графики, Docker, Python, вроде бы иногда калькулятор и блокнот. Еще для локализации на английском использовал Google Переводчик и Grammarly. Окей. Расскажи тогда немного о своей игре. В чем ее суть? MadSand Topology — это игра-головоломка. Каждый уровень состоит из поля с тайлами квадратной либо шестиугольной формы. Помимо обычных тайлов для прокладывания линий бывают и другие — источники, цели, операторы и мосты. Основная задача игрока — провести линии между тайлами так, чтобы в тайлы цели приходили нужные числа. Пересекаться линии могут только в тайлах-мостах, а преобразовать числа из одних в другие можно в тайлах-операторах. Для преобразования используются арифметические операции — сумму, произведение, разность деления и остаток отделения, он же модуль. Разумеется, в игре есть обучение, которое покажет все игровые механики, а для операторов даже есть интерактивные туториалы. Как бы ты хотел, чтобы в твою игру играли? Какую реакцию ты ждешь от игроков? Ну, с кайфом хочу, чтобы играли, потому что я делал игру так, чтобы она и мне самому нравилась, чтобы я сам в нее с удовольствием играл. Ну, а еще пока игра в раннем доступе, было бы неплохо, чтобы игроки пытались найти какие-нибудь поломанные решения уровней. Если игрок действительно найдет такое решение, которое мной не планировалось, то игра автоматически отправит его мне на экспертизу. А там я уже решил, нужно ли переделывать уровень. А то, знаешь, бывает так, что я придумаю какой-нибудь уровень, который проходит с каким-нибудь красивым и сложным решением. А очевидное решение, которое позволяет пройти уровень, слишком просто или скучно, я не вижу. Да, придет какой-нибудь Саша и вместо двух нужных операторов использует один. Да. Ладно. Что стало источником вдохновения, после чего появилась идея для твоей игры? Вдохновлялся я двумя другими играми. Flow Free и Factorio. Flow Free это залипательная мобильная игрушка, где на ограниченном поле нужно соединять круги одного цвета. А Factorio это крутой симулятор строителя заводов. Какие дальнейшие планы развития игры? Самое главное это создать больше уровней. На данный момент в игре более 100 уровней и их хватает в целом на пару часов игры. Еще из других улучшений это добавление звуковых эффектов, ну или может даже музыки. Большее количество локализаций, поддержка других платформ, поддержка контроллера, общее улучшение UX, UI, добавление редактора уровней и поддержка различных функций стима. Таких как достижения, мастерская и так далее. Ну как бы редактор уровней у меня и так есть, но для игроков без поддержки мастерской в нем смысла не особо много. Есть еще у меня и другие идеи, но их я пока не собираюсь озвучивать или публиковать где-нибудь. Есть ли идеи для будущих игр? Да, даже для трех. Одна это просто симулятор, другая это стратегия с элементами различных симуляторов и третья это визуальная новелла, но больше я пока рассказывать не буду. Что насчет будущей команды и планируется ли она вообще? Есть ли план какой-то по расширению компании? В перспективе, конечно, нужно обзаводиться командой, особенно если я собираюсь разрабатывать проекты крупнее мелких головоломок, но говорить об этом пока рано. Ну, тогда к организационным вопросам. Что требуется, чтобы зарегистрироваться в стиме в качестве разработчика? Может быть открытие юрлица, какие-то пакеты документов, какие-то еще действия? Ну, самое главное, что нужно разработчик, чтобы выпустить игру, это сама игра. Без хотя бы работающего прототипа с основными механиками тебе банально даже не дадут создать страницу в магазине стима. Открытие юридического лица совсем не обязательно, стим работает и с физическими лицами. Возможно придется регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, но это попроще, чем открыть фирму. Из документов обязательно нужны регистрационные документы фирмы для юрлиц, документы удостоверяющие личность для физлиц, банковские реквизиты, на которые стим будет перечислять ваши доходы. Также нужно подписать и прочитать и подписать соглашение о распространении стим и соглашение о неразглашении. Также заполнить налоговую декларацию США. Ну, может быть еще что-то забыл, не помню. Банковские реквизиты должны точно совпадать с данными вашей компании или физлица. Нельзя указать какие-нибудь левые. А поскольку все формы заполняются на английском, то и английское название компании в банке должно быть правильным. А то у меня как раз приключилась такая ситуация, что счет я в банке открыл, потом перед регистрацией в стиме пришел банк на всякий случай сверить английское название, а там две ошибки в самом названии и неправильная организационно-правовая форма компании. Помимо этого, при регистрации требуется оплатить взносы Steam Direct 100 долларов. Вообще, этот взнос нужно оплачивать для каждой игры, которую собираешься выпустить. Если твоя игра получает доход свыше 1000 долларов, то этот взнос тебе возвращается в качестве оплаты. Не совсем уверен насчет этого, но для бесплатных игр вроде бы засчитываются внутриигровые покупки. Как это работает для бесплатных игр без внутриигровых покупок, я не знаю, может там еще какие-то условия есть. В общем, это нужно уточнять отдельно. Что насчет самой публикации игры в самом магазине? Ну, подготовка к выпуску разделяется на два больших и относительно независимых этапа. Первый – это создание облика приложения в магазине и второй – подготовка сборки приложения. Каждый из этапов проверяется с тимом отдельно до 3-5 рабочих дней. Для облика приложения нужны следующие шаги. Заполнить название, краткое описание, полное описание и кучу другой основной информации. Заполнить анкету для взрослых. Указать дату выпуска. Можно указать, скоро выйдет или еще неизвестно. Указать системные требования, хотя бы минимальные. Указать метки, а не же теги. Загрузить огромную гору всевозможных картинок разных размеров. Это 4 лога и минимум 5 скриншотов для магазина. Один лого, один баннер и один логотип для библиотеки. Одну иконку для сообщества. Одну иконку для клиента. Это я перечислил только обязательное изображение, а там есть еще несколько необязательных. Если игра выходит в раннем доступе, нужно также ответить на 6 вопросов о нем. Озвучивать я их не путаю, если зрителю нужно, он сам их найдет на странице любой игры в раннем доступе. Причем ответить на эти вопросы нужно достаточно исчерпывающе. Иначе могут отклонить заявку на рассмотрение страницы, как это произошло у меня. В итоге мне пришлось еще несколько дней ждать, пока проверят отредактированные ответы. Есть также еще несколько необязательных, но очень желательных шагов. Это сделать локализацию страницы для тех языков, которые поддерживает сама игра. И указать настройки Steam Cloud. А еще сделать достижения. И для каждого достижения тоже нужно по две картинки. Для подготовки сборки приложения нужны следующие шаги. Настроить те же платформы, что и на странице в магазине. Настроить и опубликовать цену. Загрузить трейлер. Настроить хранилища. Они используются, чтобы разделять сборки контента для разных локализаций, операционных систем, архитектуры DLC. Загрузить необходимые сборки игры. И настроить папку установки и параметры запуска. Выпустить игру, кстати, можно не раньше, чем через две недели после ее первого появления в магазине. Еще там вроде бы есть требования про не раньше 30 дней с оплатой взноса за нее. Ну и разумеется, облик в магазине и сборка должны быть проверены в Steam. Кстати, эта проверка нужна вроде бы только в первый раз. Все остальные редакции не проверяются. Ну или по крайней мере не нужно по несколько дней ждать, пока все проверят. Что заранее нужно предусмотреть в игре для публикации, чтобы меньше в будущем времени уделять на это все? Ну, если честно, я пока не столкнулся с чем-либо, из-за чего мне пришлось прям переделывать что-то. Возможно, это будет, когда я дойду до этапа реализации фич стима по типу достижений или мастерской. Но вообще, наверное, все же сразу лучше разобраться в Steamworks SDK, который стим предоставляет для разработчиков. Какая процентная ставка, которую стим берет за игру от продажи? Ну, она зависит от суммарного дохода приложения без учета налогов, так называемая Adjusted Gross Revenue. Подробности описаны в соглашении распространения Steam, которое вы подпишите при регистрации. Сначала комиссия стима составляет 30%, после дохода в 10 миллионов долларов комиссия станет 25%, и после дохода в 50 миллионов долларов комиссия станет 20%. Помимо этого, с вашего дохода будет списываться налог, который определится по результатам заполнения налоговой декларации. Предварительный анализ рынка. Перед тем, как начать писать игру, делал ли ты этот анализ, сложно было ли его проводить? Какой-то минимальный поиск аналогов я перед началом разработки провел, если честно, уже плохо помню детали. Ну и сейчас, во время создания страницы в магазине, я снова искал аналоги, свободные названия, примерные цены. Прям точных аналогов я не нашел. В основном геймплей у всех похожих игр заключается в строительстве таких своеобразных заводов. Даже если там тоже используются числа и математические операции, то игроку все равно нужно самому расставлять эти операторы. Это скорее логистическая задача. А в моей игре упор больше идет на топологические головоломки. Ну а насчет сложности проведения, это скорее не сложно, а очень муторно. Нужно придумать и проверить всевозможные названия, проверить теги, искать похожие. Мне, по правде говоря, очень лень таким заниматься было. Что насчет фич поддержки от сообщества, мастерской стима, возможности добавлять свои наборы уровней в мастерскую. Будет ли что-то из этого доступно для твоей текущей игры? Да, это все планируется. Будет прекрасно, если креативные игроки смогут создать много крутых уровней. Так я хотя бы сам смогу в свою игру поиграть, а то проходить свои же уровни немного не то. Сколько уровней еще примерно планируется добавить? Будут ли они как отдельная DLC, или может быть это будет поставляться в будущих обновлениях бесплатно? Как минимум мне нужно добавить еще несколько сотен новых уровней. А то сотня текущих уровней это только обучение. Так что до полного выпуска все уровни точно будут выходить бесплатно. Что будет после полного выпуска я пока не знаю. Возможно также буду периодически выпускать небольшие порции уровней. Может буду выпускать какие-нибудь большие тематические пакеты с уровнями в виде платных DLC. Может все вместе. Что насчет повышения цены на игру после выхода в полноценный релиз, который будет без плашки раннего доступа? Ну я планирую повысить цену на игру после выхода в полноценный релиз. Потому что контента в ней будет намного больше, чем есть сейчас. К тому же я собираюсь установить цену сейчас немного ниже средней среди похожих игр. Итак, твоя игра в раннем доступе. И в связи с этим у меня есть к тебе такой важный вопрос. Лично для тебя ранний доступ это зло современной разработки, при помощи которого программисты ленятся добавлять, дорабатывать свои проекты. Или это способ спасти себя от выгорания при работе над большими проектами, чтобы посмотреть промежуточный результат работы, вообще в принципе получить какую-то на начальном этапе какую-то оплату за свой труд. И как игрок, и как разработчик я отношусь положительно к раннему доступу. Потому что с точки зрения игрока ты получаешь игру на доступ к игре гораздо раньше, чем если бы ты ждал полноценного выхода. Причем ты можешь получить этот доступ дешевле, потому что многие игры при выходе из раннего доступа повышают цену. Более того, ты можешь даже повлиять на разработку игры, если предложишь какую-то идею, которая понравится разработчику. Как программист я знаю, что разработка проектов короткими спринтами с периодическим общением с заказчиком гораздо эффективнее, чем несколько лет разработки, где заказчик видит результаты только в конце. Заказчиком здесь выступают игроки. И с точки зрения разработчика причины все те же самые, только с другой стороны, получение быстрого фидбэка и, возможно, новых интересных идей, тестирование игры на реальных пользователях, ну и возможность начать получать доход от своей деятельности немного раньше. Итак, последний вопрос на добивку. Он личный, на который меня натолкнула моя девушка. Остается ли время у тебя на личную жизнь? Есть ли оно у тебя в принципе? Что скажешь про это? Что такое личная жизнь? А если серьезно, то, конечно же, нужно находить правильный баланс между жизнью и работой. Как минимум, нужно обязательно давать себе выходные. Я, например, практически всегда отключаюсь от работы на субботу-воскресенье, чтобы съездить куда-нибудь с семьей, пообщаться, поиграть с друзьями, поделать какие-нибудь дела по дому, даже просто заняться ничего не деланием. Переключаться на другой вид деятельности нужно обязательно, чтобы внезапно не произошло профессиональное выгорание. На этом интервью закончилось. Надеюсь, вы подчеркнули для себя важные моменты, которые вам помогут в собственных публикациях и проектах. Ну а я напоминаю, что в этом видео и у нас в Телеграм-канале есть промокоды на эту игру. Ссылка на Телеграм и игру есть в описании. На данный момент игра стоит недорого, и если вы любитель такой залипательной головоломки, то вам она точно понравится. Цена на нее в будущем точно поднимется, и игра точно дойдет до релиза, я в этом уверен. Потому что знаю Юру уже очень продолжительное время. Сам я в нее уже поиграл, прошел все уровни, которые есть, и жду добавления новых. Ну и конечно же жду официального добавления редактора уровней. Тот редактор, который вы видите, это девелоперская версия, и скорее всего в финале она будет выглядеть по-другому. Несмотря на это, я его уже попробовал, и уверен, что сообщество будет радовать своими собственными уровнями или даже наборами. Ну а на этом все. Могу только пожелать вам и Юре большой удачи, чтобы все ваши проекты доходили до релиза и были максимально качественными, а самое главное приносили вам удовольствие. Всем пока-пока.